Здравствуйте и с вами вновь канал Народная Солидарность. Здравствуйте и с вами снова канал Народная Солидарность. У нас сегодня в гостях Александр Александрович Павленко, президент некоммерческого партнерства управляющих недвижимостью совладения. В прошлый раз, Александр Александрович, были прекрасные передачи, наши зрители с удовольствием посмотрели и я тоже. Мы определили основные вещи, кто виноват, что делать и сейчас самое главное, как это делать. Да, действительно, в прошлой передаче мы проговорили о том, что делать, и определили, что делать нужно заменить это ЖКХ на современную систему. Систему новых правоотношений, систему как новую структуру, основанную на некоммерческих организациях, ассоциациях, которые смогут проводить реформирование жилищной сферы ЖКХ. И создание новых участников рынка, это не управляющие организации, не управляющие компании, а операторы. Операторы совместного владения и управления сложными объектами недвижимости, каким являются многоквартирные дома и поселки, домовладения и ЖС. Чем операторы, сразу возникает вопрос, чем операторы отличаются от обычных управляющих? В рамках профессионального стандарта совместного владения и управления вы нанимаете, заключаете договор и привлекаете такого оператора не для того, чтобы он управлял вашими финансовыми потоками, как сейчас, а выполнял ваши функции доверительно управляющего. То есть тот оператор, который по решению общего собрания, в соответствии с бюджетом, вами утвержденными, выполняет функции не только эксплуатации, содержания или управления коммунальными услугами, но и может вам разработать программу капитального ремонта вашего дома или проект реконструкции вашего дома с пристройкой, надстройкой, улучшением жилищных условий самих собственников. И сегодня предлагаю поговорить о том, как этого добиться, как нужно все это реализовать на практике. Как это 3К? Первое К — это кодекс, то есть кодекс жилищный. И, как я говорил в прошлый раз, существующий жилищный кодекс нужно сжечь. И мы готовы сформировать группу экспертов, которая напишет жилищный кодекс 2.0. Этот жилищный кодекс должен предусматривать новые правоотношения собственников, не как таких, как мой приятель говорит, кроликов, которые за все и всем платят, а собственников жилья, которые станут заказчиками жилищно-коммунальных услуг, которые будут платить за фактическое потребление коммунальных ресурсов и за фактическое выполнение тех многочисленных услуг, которые управляющие организации, компании, операторы обязаны по закону, по стандарту предоставлять гражданам. Сегодня же, как мы говорили в прошлый раз, эти услуги, они все номинальные. Лампочки не вкручиваются, не меняются, придомая территория не убираются, а люди платят за тепло по нарисованным счетам и за 30-40% при этом переплачивают. Поэтому новые правоотношения, которые бы описал и регулировал новый жилищный кодекс 2.0, это первая К. Вторая К — это концепция. Концепция программы, которую мы называем самообеспечение граждан с жильем, граждан Российской Федерации, комфортным, доступным и современным жильем в 21 веке. Правда, западные страны, они движутся в сторону минимизации жилья и строят жилье 6 метров квадратных, 7 метров квадратных, вот, потому что жилье дорогое. Строительство этих бетонных человейников в Китае, где построены целые города, они не заполнены, они пустые. И сейчас мы видим кадры по телевизору, когда их взрывают для того, чтобы освободить этот город от незаполненных этих бетонных гетто. И нам нужно сформировать совершенно другие стандарты жилья, когда вы будете покупать квартиру по ее фактической стоимости. И при этом фактическая стоимость — это стоимость реконструкции или нового строительства, которое даже в центре Москвы по ценам, например, самой известной, самой продвинутой западной компании, австрийской, составляет 80 тысяч рублей за квадратный метр. Тогда спрашивается, а когда вы покупаете в бетонном человейнике, где-нибудь на окраине Москвы, квартиру по стоимости 100, 200, 250 тысяч рублей за квадратный метр, кто получает этот дополнительный доход. Здесь, наверное, надо посмотреть на шикарные особняки чиновников, которые вокруг Москвы расположены. И где-нибудь на Кипре и так далее. Да, ну понятно, что, как и во всем мире, эта схема дележа или отмыва денег через строительные подряды, она работает отлично и в России. И понятно, кто на этом обогащается. Когда мы предлагаем программу самообеспечения жильем граждан, это значит, мы реализуем совершенно другую схему строительства или реконструкции жилья. Когда заказчиком реконструкции или нового строительства выступают сами собственники или будущие собственники, если это новое строительство. И это так, как было в СССР, когда сначала вы становились членом ЖСК, после этого местная власть подбирала земельный участок, и для своего будущего дома вы получали землю бесплатно, и никто не имел права наварить на этой земельной ренте и включить ее в стоимость квадратного метра. И вам подбирали подрядчика, с которым вы заключали договор строительства этого дома. И таким образом отсюда себестоимость предусматривала реальные затраты, фактические затраты на создание этого окса или объекта недвижимости, который вы и принимали в эксплуатацию в соответствии с процедурами. В Советском Союзе стоимость жилья была приблизительно как стоимость автомобиля советского. То есть можно соотнести с современными ценами. Даже самый крутой автомобиль сейчас стоит 5 или 10 миллионов, а у нас современные или крутые квартиры на рынке от 20-30 миллионов и выше. А пентхаусы продаются по 200 миллионов рублей за 150-200 метров. А машины российского производства до миллиона рублей. Да. Поэтому реализация программы самообеспечения жильем, когда будущие собственники становятся заказчиком услуг и получают от государства бесплатно земельный участок, она позволит нам обеспечить жилищные условия гражданам. И по реальным фактическим ценам строительства. Но если вы хотите современные коммуникации, коммунальные системы, электронный вход через отпечаток пальца на руке, то есть умный дом, это, конечно, отдельно. И это вы заказываете как услугу. И таким образом, то же самое необходимо отнести и к строительству домовладений, то есть индивидуальных жилых домов в поселках коттеджных. И таким образом, эта программа обеспечит нам действительно 120 миллионов квадратных метров в год, как наказал нам наш президент. И мы не увидим вот этих дутых цифр, что якобы там в России строится там под 80 миллионов или больше квадратных метров. Таким образом, второе К – это концепция программы самообеспечения жильем. Ну и третье К – это соответствующая инфраструктура, которую мы должны сформировать для того, чтобы реализовать эту программу. И нам нужно сотни и тысячи вот этих операторов, которые работают по высокому профессиональному стандарту, управляя этой недвижимостью от начала и до окончания его жизненного цикла этого объекта. И такие компании мы называем экокорпорациями. То есть корпорациями, которые находятся в гармонии между заказчиком, плательщиком и исполнителем, который представляет услуги или строит дом. Вот такие современные экокорпорации – это третья К – корпорации, которые нам надо формировать для реконструкции, капитального ремонта, нового строительства и эксплуатации вот этих новых объектов недвижимости, которых мы, как я говорил уже в прошлой передаче, называем совладениями. То есть современная форма жизни, современная форма жилья была изобретена еще в прошлом веке, в 60-х годах в Америке. И они назывались кондоминиумы. То есть кондоминиум – это многоквартирный дом, или, например, в Майами был построен поселок Порт-Авентура, где из домовладений у каждого есть выход к морю, своя лодка, и там инфраструктура бытовая, торговая. И это все как маленький компактный город. И вот жизнь в таких кондоминиумах, она обеспечивает вам не только комфорт с вашей квартиры, планировку, вид из окна, да, как в современном видении, но и доходы, социальные или коммерческие выгоды, как я говорю, которые обеспечивают вам снижение расходов на содержание жилья, получение дополнительных доходов от задачи в аренду. Поэтому вот такое совладение должно, в виде, например, многоквартирного дома или поселка ИЖС, должно содержать нежилые помещения, которые находятся в общей долевой собственности. Ну, например, дом, например, пилотный объект, который мы реализуем в Старопимске-13. Семиэтажный дом, в котором три этажа, это нежилые площади, включая подвал, которые являются общей долевой собственностью жителей, и которые дают доход от аренды, которые обеспечивают покрытие затрат по коммунальным платежам для собственников. И на первом этаже в таком доме это клуб, который организован для собственников, гостей, или какие-нибудь полезные инфраструктуры, например, дистанционное обучение, семинары и так далее. И этаж, который используют как маленький такой деловой центр, чтобы не городить в своем пентхаусе кабинеты и переговорные комнаты, это все можно спуститься на второй этаж и провести там соответствующий переговор. Ну да, то есть пресловутые каворкинги только в рамках собственного. Да, да, да. И это вот такое совладение, где первые два этажа плюс подвал или три этажа обеспечивают доходную базу для будущих собственников. Они позволяют вам иметь доход, например, с помощью которого он может быть достаточный для того, чтобы покрыть вашу ипотеку. И тогда вы, попадя в список будущих собственников, помните, как в СССР очень сложно было стать членом ЖСК. Да, 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 непростой процесс. Вот. Так, попадя, значит, в этот список, значит, будущих собственников, будущих совладельцев этого дома, вы получаете новые социальные выгоды. Это не только там квартира улучшенной, планировки там, или повышенных квартальных метров, но это и нежилые площади, которые принадлежат вам на праве общедалевой собственности. Вот такие совладения и будут сформироваться в рамках вот этой программы самообеспечения жильем и для всего этими корпорациями, да, этими операторами жилищных совладений в соответствии с новыми правоотношениями, которые нужно сформировать в новом жилищном кодексе 2.0. Самая главная вещь, которую мы должны вынести, я думаю, из этой беседы, первое, это, конечно же, менять жилищный кодекс безобразным. Второе, есть проекты, вот как раз Александр Александрович сейчас рассказал нам о них, есть проекты, которые позволяют людям получать доступное жилье по приемлемым ценам и развивать его в пользу жителей, а не в пользу чиновников городских. Но здесь на самом деле возникают два вопроса. Первый вопрос, конечно же, где люди могут посмотреть вот эту информацию, о которой вы говорите, для того, чтобы хотя бы начать давить на чиновников, чтобы они шли навстречу народу, а не собственному карману? Вот в рамках создаваемой вот этой новой системы, экосистемы там, да, мы ее частью сделали редакционно-издательский дом, который выпускает журнал «Председатель ТСЖ». И я надеюсь, что вот в новых номерах журнала «Председатель ТСЖ» мы не только опишем там пилотный проект, все механизмы, каким образом это сделать, как сформировать и так далее, но и опишем ответ на вопрос «Как?» и «Кто это будет делать там?», да? Потому что для реализации всех этих идей потребуется сформировать в России новое, как я говорю, общественное министерство. То есть вот создаваемая экосистема и должна выполнять такую функцию, потому что существующие инструменты государства, механизмы, которые они используют, они не в состоянии выдать нам что-то новое. И сегодня уже идет атака на то, что раз в бюджете нет денег, значит, надо повышать жилищно-коммунальные платежи и делать реконструкцию или реструктуризацию ЖКХ за счет нас с вами. Это неправильно. У нас есть общее имущество многоквартирного дома, которое должно сформировать, которое должно скапитализироваться и сформировать залоги для привлечения финансирования, в том числе проектного финансирования, коммерческих банков, которые просто пухнут от денег. И вот как только мы запустим такой финансовый инструмент с залогами общего имущества, земельного участка, на котором стоит дом, помещение общего имущества для проведения капитального ремонта, реконструкции многоквартирных, или снести и построить за два года новый дом и вселиться туда теми же самыми собственниками, которые там раньше жили. Так двигались западные страны. Таким образом была в 80-х годах проведена полная реконструкция большей части Парижа. И построен Дефанс, это новая часть со стилизованной аркой в Париже. Так проводились реформы в городах Великобритании, например, в Манчестере сделали такой, значит, как у нас Зеленоград, спутник Манчестера. И там сформировали правильную структуру внутри с такой, с восьмеркой в виде дороги для общественного транспорта. И поэтому весь этот город внутри с восьмеркой стал доступен в любом месте. И в этом городе двигался практически только общественный транспорт. И вы в любой момент, там, 5-минутной ходьбы могли дойти до любой части, так сказать, города. Вот такие новые идеи, значит, они позволяют нам, имея залоги, имея, так сказать, заинтересованных собственников и современные городостроительные решения, приступить к комплексной реконструкции и освоению городских кварталов в Москве, Санкт-Петербурге, в городах Миллионика. Это позволяет нам строить новые города, то, о чем сказал Шойгу. И эти все подходы, они должны учитываться. Иначе у нас будет просто освоение бюджета для постройки нового города. И ни государства, ни наших с вами денег не хватит для того, чтобы таким образом осваивать Сибирь. Да, да, и чтобы кормить паразитов. Ну что же. Второй вопрос был о чем? Да, второй вопрос, наверное, все-таки еще и о кадрах. Наверное, для, даже для таких управляющих систем, операторов, должна быть система подготовки кадров. Вот, и об этом тоже надо будет подумать. Я думаю, мы об этом поговорим в следующей. Если позвольте, в двух словах, да, как бы направление мысли. Тогда направление для следующей передачи, я думаю, лучше. Вопрос о кадровых ресурсах для осуществления такой программы. Он лежит на поверхности. То есть, если вы, а вы найдете активиста в своем доме, хотя бы одного, и дадите ему, как это было, кстати, в Москве в 2008 году в рамках программы поддержки собственников и ТСЖ, когда бюджет давал 40 тысяч рублей на проведение собраний, 60 тысяч рублей на формирование общего имущества, включая земельный участок. И вы найдете вот этого активиста в каждом доме, который мог бы получать там 20 или там 40 тысяч рублей в месяц и активно выполнять функции управляющего. Такой управляющий нужен для трех-четырех домов. Поэтому примерно это миллион рабочих мест. Вот просто как с куста, что называется. Раз, и можно сделать. Просто тем самым помогая собственникам грамотно распоряжаться своим имуществом. А грамотное распоряжение своим имуществом позволяет это имущество окупать за счет собственного имущества. То есть, платить по факту, значит, экономить средства. И отсюда у вас возникает дополнительный ресурс для того, чтобы оплачивать профессионала или доплачивать за какие-то дополнительные услуги в своем доме. Прекрасно, Сан Саныч. Вот прямо даже вспомнились слова поэта. Я знаю, город будет, я знаю, сады цвесть, когда такие люди в стране Совет Российской есть. В данном случае, да. Ну что же, друзья. Я думаю, что мы продолжим этот цикл. Мы просто обязаны это сделать. И в тех условиях, когда не работает государство, работает народная солидарность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...